Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео! Миллиардер, инвестор, человек, предсказавший коллапс в 2008 году, только что открыл две масштабные позиции на фондовом рынке с кредитным плечом. И эти позиции на понижение рынка. Ставка на понижение рынка жилой недвижимости? Да. Простите, доктор Бьюри, это неразумное уважение. Но все ошибаются. Что? Смешно. Это означает, что 93% портфеля Майкла Бьюри в настоящее время составляют короткие позиции на рыночных индексах. В последний раз он делал подобную крупную ставку в своем знаменитом прогнозе глобального финансового кризиса в 2008 году. Если ты не в курсе, Майкл Бьюри – известный инвестор, чей авторитет в основном обусловлен известным прогнозом о крахе жилья и недвижимости в США в 2008. Он ставил на падение рыночных и потечных облигаций, потому что был уверен, что в конце концов рынок лопнет. Только эта одна сделка принесла Майклу 100 миллионов долларов, а инвесторам его хедж-фонда 700 миллионов долларов. Вы же должны были быть уверенными в своем прогнозе, не так ли? У нас была сделана огромная ставка на падение, и я был абсолютно уверен в исходе. И это не шутка, друзья. Знаменитый пророк 2008 года только что зашортил рынок на 1,6 миллиарда долларов. Игра на понижение – вторая часть. В частности, он купил путы против S&P 500 на сумму 890 миллионов долларов и против NASDAQ на сумму 740 миллионов долларов. Это составляет 93% его портфеля. Майкл Бьюри неоднократно оказывался прав в своих прогнозах, причем не только в случае жилищного кризиса. Например, в 2021 году на пике бычьего рынка Майкл Бьюри написал в Твиттере следующее «Люди всегда спрашивают меня, что же происходит на рынке». Все просто, это величайший спекулятивный пузырь всех времен и народов. Конечно, иногда он и ошибался. Никто не идеален, и никто не может видеть будущее. Еще в конце прошлого года он написал в Твиттере «В начале 2002-го инвесторы спрашивали меня, почему я не покупаю лопнувший датком». Похоже, надо было. После того, как лопнул пузырь даткомов, люди спрашивали Майкла «Эй, а почему бы не купить эти интернет-акции?» Майкл сказал, что рынку есть еще куда падать. И, конечно, в 2023 году об этом легко говорить, когда мы видим прошлое, но мы видим на графике, что рынки с тех пор только и делают, что растут. Особенно топ-7 технокомпании вместе взятых. Майкл Бьюри впоследствии отказался от своих слов и сказал, «Я был неправ, когда говорил, что нужно продавать». Но сегодня это не просто слова. Он действительно подкрепил их своими же деньгами и шортит рынок на сумму гораздо большую, чем ту, которую он заработал на крахе ипотеки в 2008. Мы заработали гораздо больше, чем я мог себе представить. Ваши клиенты были благодарны? Я думаю, что многие клиенты были просто рады, что это наконец закончилось. Даже при том, что они удвоили свои деньги? Ну, мы заработали 725 миллионов долларов, я думаю. И если ты инвестируешь в рынки, в криптовалютный рынок, в фондовый рынок, то возникает вопрос, а что же дальше? В 2008 году у Майкла была поразительная интуиция. Он сказал, что рынок жилья вот-вот рухнет, однако это заняло гораздо больше времени, чем он ожидал. Вопрос, на какой срок он купил эти пут-опционы? Когда истекает их срок? Каковы сроки выполнения этого прогноза? Неясно, как обстоят дела с последними опционными ставками Бьюри, учитывая, что нормативные документы не требуют раскрытия ни цены покупки, ни срока действия опционов. То есть мы точно не знаем, когда истекает срок этих опционов. Кроме того, неясно были ли эти короткие позиции частью более крупной сделки, которая включает в себя и другие контракты, которые тоже могли быть вложены в шорт-позиции. Фонд Майкла Бьюри, Sign Asset Management, также не ответил на эти вопросы. А всю информацию мы узнали из ежеквартального отчета 13FS. Этот отчет показывает позиции Майкла на конец последнего квартала и могут не отражать текущие позиции. Так что мы можем отталкиваться только от этих документов, которые являются одним из немногих способов, с помощью которых розничные инвесторы могут увидеть позиции институциональных инвесторов, таких как хедж-фонды, например, хедж-фонд Майкла Бьюри. Опять же, большинство каналов просто дадут вам хайп и шок, но я хочу предоставить как можно больше полезной информации. Посмотри на это. Во многих заголовках говорится о том, что Майкл Бьюри только что купил путы S&P 500 и NASDAQ на 1,6 миллиарда долларов. Однако это заявление вводит в заблуждение, поскольку реальная стоимость купленных им путов намного ниже. Отчет сообщает о номинальной стоимости путов, а не о сумме, которую Майкл за них заплатил. Это распространенное заблуждение. Сообщается именно номинальная стоимость, то есть количество опционных контрактов, умноженных на 100 и умноженных на стоимость базовой ценной бумаги. Учитывая, что каждая позиция – это по 2 миллиона акций, можно предположить, что было куплено 40 тысяч контрактов. Номинальная стоимость этих 40 тысяч путов составляет 1,6 миллиарда долларов. Но на самом деле Майкл Бьюри потратил на них гораздо меньше денег. Он не сообщил цену, уплаченную за контракт, но сказал, что мы берем оферты от 17 ноября 2023 года для S&P 500 и NASDAQ. Можно предположить, что срок действия путов истекает через 95 дней после сегодняшнего дня. Поэтому, в свою очередь, можно предположить, что путы по S&P 500 торгуются по 8,6 доллара, а по NASDAQ – по 12,6 доллара. 20 тысяч на каждого, и мы получаем 424 тысячи долларов. Хотя мы не знаем точно цену, уплачиваемую за контракт, но общая сумма, даже исходя из приблизительного предположения, явно ниже, чем 1,6 миллиарда долларов. Да, номинальная стоимость путов – 1,6 миллиарда. Но Майкл вложил в шорт меньше. Теперь я хочу показать тебе действия Конгресса США. Это очень интересно, если наложить их на открытые шорты от Майкла Бьюри. Мы располагаем этой информацией благодаря тому, что торговля акциями ведется по новым законам США, которые требуют от сенаторов и представителей США публично представлять и раскрывать любую финансовую операцию в течение 45 дней с момента ее совершения. То есть мы можем увидеть, что делают политики США с задержкой в 45 дней. И судя по их действиям, политики, похоже, становятся медведями. Вот сумма их сделок за последние 90 дней. 12,5 миллионов долларов покупок и 23 миллиона долларов продаж, что почти вдвое больше. Два политика при этом активно шортят рынок. Первое. Мы провели исследование и обнаружили, что 49 членов Конгресса и 182 высокопоставленных политика Конгресса нарушили закон об инсайдерской торговле. Мне интересно, есть ли у вас какая-то реакция на это? И второе. Стоит ли конгрессменам запретить торговлю акциями, пока они работают в Конгрессе? Но второй вопрос точно нет. Мы обязаны отчитываться о наших сделках по акциям, но я ничего не знаю об этом в вашем исследовании. Я знаю, что по закону все политики должны отчитываться о своих действиях, потому что это свободный рынок. И люди у нас свободные, и экономика у нас свободная. Они должны иметь возможность участвовать в рынке. Теперь мы все с нетерпением ожидаем данных о том, что делает Уоррен Баффет. Уоррен Баффет выпустит свой новый отчет 13FS по компаниям, которые Бэкшайя ХТВ покупала или продавала. Этот отчет выйдет уже на этой неделе. Когда мы получим новую информацию, я обязательно ею поделюсь с тобой. Поэтому подписывайся на канал, ставь лайк. И увидимся с тобой совсем скоро в новых видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!